КОГО ВЫ ВИДИТЕ СЕЙЧАС? КОГО ВЫ ВИДИТЕ СЕЙЧАС? КТО ЭТО? Непонятно, да? Хочется больше фактов, да? Но тем не менее, Ваши предположения какие? Ну, кто это? Человек? Мужчина? ЖЕНЩИНА? 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 Мужчина? У нас мнение разделилось. Надо голосовать. Итак, по Вашей версии, что это человек, пол неопределен, мужчина или женщина? Давайте я открою маленькую тайну. На самом деле, это всего-навсего скульптура. Внутри она пустая. Там в ней ничего нет. Это призрак замка Вецио на севере Италии. Сейчас я поясню, как он вообще появляется, чтобы вы не пугались на самом деле, да? Вообще, замок Веция, он расположен возле такого живописного места, озера Кома, куда приезжает очень много туристов. И делается он следующим образом. Берется такая ткань, обмачивается в специальном растворе гипсовом, скорее всего. Турист одевает на себя вот эту ткань и ее лепят на основании его фигуры. Потом он садится в какое-то место удобное, на несколько минут застывает, потом влезает из этой ткани изваяния, а вот это изваяние дальше отделывает, обмазывает, и вот такая превращается фигурка, которая внешне напоминает человека. Да, но если приглядеться, то мы видим с вами, что она внутри пустая. Вот они, такие фигурки. Конечно, они немножечко, может быть, устрашают, да, особенно если подойти и заглянуть внутрь, нас пугает, потому что мы настроены на то, чтобы видеть все-таки лицо другого человека, а здесь пустота. К чему я привел вот эти фотографии и для чего? Дело в том, что иногда в нашей жизни бывает так, что внешне мы действительно кажемся людьми, вроде бы выглядим хорошо, но внутри мы пустые. Есть такое? Знакомо ли вам вот такое состояние или чувство? Именно опустошенности, какой-то пустоты, бессилия, что нету какого-то, нету вдохновения, нету желаний что-то делать, нету никаких сил. Бывает, да? Рано или в разные наши моменты жизни наступает, наверное, такое состояние, когда мы испытываем пустоту, опустошенность. Знаете, в 1974 году Герберт Фрейденбергер, это немецко-американский психолог, в своем исследовании, которое называлось «выгорание персонала», использовал впервые вот это очень интересное слово «выгорание». Он сказал о том, что наблюдал за сотрудниками, которые совершали служение, и обнаружил, что выглядят они и действуют, кажутся подавленными. То есть люди находятся в таком состоянии пустошения. Благодаря вот этому термину, конечно, теперь становится понятно, почему вообще это происходит. То есть в нашей жизни бывают такие моменты, когда заканчиваются какие-то, может быть, духовные эмоциональные силы, и мы уже ничего не чувствуем, ничего не испытываем. Может быть, иногда, как роботы, выполняем какие-то функции, задачи свои, но на самом деле мы внутри пусты. И вот именно эта проблема, вообще современное общество в том числе, вообще «выгорание», это сегодня многие психологи говорят о том, что это проблема современного человека сегодня. Ну, как бы, рассматривая или изучая вот именно эту тему, я обнаружил один очень интересный текст Священного Писания. Возможно, вы тоже его вспомните, когда мы его прочитаем. Итак, давайте мы откроем 2 Коринфянам 6 главу и прочитаем с 4 по 10 текст. Здесь апостол Павел рассказывает о своем труде, о своей жизни в служении, через что ему проходится проходить, через какие трудности, с чем он сталкивается, что он переживает и испытывает. Давайте просто почитаем и зададимся одним очень важным вопросом. «Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, великодушии и благости, в духе святом и нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. «Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Потрясающие слова, правда? Когда вот так вот слушаешь такой краткий перечень того, что переживает апостол Павел в своем служении, в своей жизни, то возникает вопрос – где этот человек черпает свою силу? Где он обретает эту силу и вдохновение, чтобы вот так жить, трудиться, преодолевать вот эти жизненные трудности, невзгоды, негативные отношения к себе, неприязнь. Где? И я вспомнил одно место. Тоже оно принадлежит апостолу Павлу. Это послание к филиппийцам, 4 глава. И мы прочитаем с вами с 10 по 20 текст. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть, умея жить и в скудости, умея жить и в изобилии. Научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод. Быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия в подаянии и принятии, кроме вас одних. Вы и Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епофродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу вашему слава во веки веков. Аминь». Потрясающие слова. И вот здесь я увидел у апостола Павла два источника вдохновения. Про первое вы уже упомянули, сказали, это, в принципе, и ожидалось, но мы начнем от того, о чем мы очень часто упускаем. Что вдохновляло апостола Павла и придавало ему сил во всех его трудностях, жизненных испытаниях и невзгодах? Это христианская община. Это люди, которые живут по Евангелию. Когда апостол Павел проповедовал благую весть и видел, как люди откликались, его вдохновляло именно то, как Евангелие начинает реализоваться в жизни этих людей. Он видит в эти плоды. Его, как мы видим, не волнует, что он не говорит о том, что он в этом нуждается, что это такая острая беда и проблема, потому что Павел как раз говорит о себе, что он всему научился. Он научился жить и в изобилии, и скудости, терпеть голод и насыщаться. Вот такая у него была жизнь разнообразная. Все он испытал, все пережил. И, в принципе, он к этому готов, и этому он свою жизнь отдал и посвятил. Но его радует... Обратите внимание, какие он слова произносит. Я весьма возрадовался в Господе. Чему он возрадовался? Что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вот что радует Павла. Жизнь верующих людей по Евангелию. Христианская церковь, в которой проявляется плод благой вести. Они живут по Евангелию. И это радует апостол Павла. Это вдохновляет его и придает ему сил. Ну и второй источник, о котором вы упомянули в самом начале, это воскресший Христос. Вот здесь прям так Павел и говорит. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот его кто вдохновляет. Живой воскресший Христос, которого апостол Павел встретил на своем пути в Дамаске, который развернул его. И теперь он с Христом проходит через все эти жизненные трудности и невзгоды. Живой Христос, с которым Павел лично знаком, с которым он общается, и которого видит в своей жизни регулярно. Который его спасает, защищает, хранит, бережет. И Павел этим вдохновлен. Давайте посмотрим еще на одно место. Это послание к фессалоникийцам. Тоже очень трогательные слова, такие теплые. Пишет Павел в первом послании к фессалоникийцам 3 главе. Мы прям 3 главу прочитаем, потому что еще раз закрепим, и мы это увидим. Очень важно. Вот эти два источника вдохновения для апостола Павла. «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благоествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры. Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим. Ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вашей веры. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь ваш к нам. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовь друг к другу и ко всем, какое мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Смотрите, здесь апостол Павел чем возрадовался, чем он утешился. Скажите, пожалуйста. Когда он узнал, что люди, которым он проповедовал благую весть, продолжают пребывать в любви, в вере, и что в их сердце живет доброта. Несмотря на те трудности, в которых они оказались, они продолжают сохранять вот эту верность и любовь друг к другу. И апостол Павел этим утешился, он обрадовался. А второй момент, мы видим, что эта радость, она связана и с Богом. Теперь он готов Бога благодарить еще больше и днем и ночью молиться за них, чтобы действительно они сохранили вот эти хорошие качества. Они сохранили даже тогда, когда придет Иисус. Итак, у апостола Павла я увидел два источника вдохновения. Первое – это христианская церковь, которая живет по Евангелию. И второе – это живой воскресший Христос. Бог, Дух Святой, да? Ну, вы понимаете, о чем идет речь. Это для апостола Павла был источником вдохновения. И здесь есть один важный момент, о котором я хотел бы сказать. Вы знаете, почему мы, несмотря на такие тоже жизненные трудности и обстоятельства, все-таки улавливаем или замечаем, наблюдаем за собой, что мы опустошены? Как во взаимоотношениях с Богом, так и в отношениях с людьми есть две линии, которые нужно всегда учитывать. Первая – это «я должен» – первая линия. Вторая линия – «я хочу» или «я желаю». Сейчас я поясню. Когда в ваших отношениях больше всего присутствует, ну, в отношениях с людьми больше всего присутствует именно отношения «я желаю» – это отношения свободы, такой легкости, непринужденности, принятия, доверия, открытости. И вам легко с этими людьми, потому что они ничего от вас не требуют и ничего от вас не ждут. Им ничего от вас не надо. Вот эти отношения, они всегда вдохновляют. Согласны со мной? Поэтому мы тянемся, наверное, к таким людям, с которыми нам будет всегда удобно и комфортно. Или нет, я ошибаюсь. Или нам, наоборот, нравятся люди, которые нас будут постоянно попрекать, говорить о том, что я должен, чего я не сделал, чего я им должен и тому подобное. Нет, я думаю, мы тянемся к тем людям, в которых мы ощущаем, что мы можем раскрыться. Да, что нас принимают, любят, ценят, дорожат нами. Поэтому, когда в отношениях присутствует линия «ты должен», эти отношения нас будут опустошать. Они будут забирать у нас все силы. Потому что мы не знаем, что еще будет, какое там будет требование, какое еще будет задание, что я еще там должен выполнить. Или если я не так выполнил, как хотелось бы, чтобы было сделано и так далее. Вот чем больше в наших отношениях с друг с другом присутствует «ты должен», ты мне чем-то обязан, тем больше настанет в наших отношениях вот этого состояния выгорания, когда мы будем опустошены. И чем больше в наших отношениях будет присутствовать атмосфера доверия, открытости, свободы, ценности и непринужденности, тем больше эти отношения нас будут вдохновлять. То же самое и с Богом. Сейчас я поясню. Когда мы воспринимаем Бога или видим Бога таким, который нас все время что-то требует и нами недоволен, что мы не такие, какими Он нас хочет видеть, что вот тут мы осечку допустили, там промахнулись, ай-яй-яй. Если такой вот Бог суровый, строгий, взыскивающий, который постоянно к нам предъявляет какие-то претензии, поверьте, с таким Богом у нас не будет никаких отношений. Такая вера, такая жизнь религиозная, она просто опустошит нас. Потому что мы никогда к такому Богу не достигнем, чего Он хочет. Но если мы понимаем Бога, который нас видит, знает нас, знает наши недостатки, но тянется к нам, потому что именно общение наше с Ним исправит нас, который любит нас, прощает, поддерживает, с таким Богом нам легко преодолевать жизненные трудности и невзгоды. Я что-то не так говорю? Понимаете? К чему я это вообще подвожу? Что если в нашей жизни, в наших отношениях с людьми, с Богом, все время будет «ты должен», мы превратимся вот ту фигуру в замки Ветсо в Северной Италии. Да, мы внешне будем, силуэт останется, но там не будет облика и лика, там не будет личности, там будет пустота, страшная черная дыра, мрак. Именно это происходит в жизни многих верующих людей, в жизни многих христиан, когда их жизнь превращается в пустой. Они приходят в церковь, там уже нет ни жизни, ничего, потому что, скорее всего, в этой церкви и в этих отношениях все время присутствует линия «ты должен», «ты обязан». Но не потому, что я этого хочу и желаю. Это разные вещи. Апостол Павел был вдохновлен церковью, потому что он видел, что в этой церкви есть искреннее желание и стремление жить по Евангелию. Они и так хотели. Не потому, что Павел их к этому заставлял и принуждал. Убойтесь Бога, я вам сейчас тут такое чудо совершу. Попробуйте только у меня отступиться. Нет. Павел радуется тому, что, несмотря на жизненные трудности вот в этой жизни филиппийцев или фессалоникийцев, несмотря на это, они продолжают сохранять веру, потому что они тянутся к Богу. Это их. Они этого желают. И это Павел вдохновляет. И Павел, безусловно, вдохновляет Христос, потому что Павел не воспринимает Христа как узурпатора, как личность, которая постоянно что-то требует. Да, это Господь, безусловно. Да, это Господин. Но это Господин, который любит. Именно любовь Христа, которая доказана на кресте, как именно Бог относится к нам. Вдохновляет Павла. Вот это Божие благорасположение к нам, да, о котором мы говорили на Субботнюю школу благодать. Итак, что же вдохновляет вас? Вдохновляет ли тебя Бог? Вот вопрос, над которым я хотел бы, чтобы вы на эту неделю подумали. Нет, серьезно. Чтобы вы спрашивали себя, вдохновляет ли вас именно Бог? Общение с Ним, жизнь, которую вы с Ним проводите, она вдохновляет вас? Второй вопрос, над которым мне хотелось бы, чтобы вы подумали. Вдохновляет ли тебя твоя церковь? Вдохновляет ли тебя твоя церковь? Нам нужно на это ответить. Конечно, возможно, появятся какие-то причины, почему вдохновляет или не вдохновляет. Но попробуйте тоже подумать над причинами, если не вдохновляет. Если не вдохновляет Бог, если не вдохновляет церковь. Подумайте над тем, что вообще тогда вдохновляет, что придает сил. В заключении я расскажу одну историю. Однажды учительница математики дала своим ученикам задание, чтобы они составили список класса. И напротив каждой фамилии, ну, каждый ученик написал какое-то хорошее качество этого ученика. Затем она в конце урока собрала списки. На выходных днях она их, так скажем, систематизировала. Напротив каждой фамилии она писала качество, которое написал каждый ученик про того или его мальчика или ту или иную девочку. И писала эти качества напротив. Затем она эти листочки, когда ребята пришли в понедельник на занятия, она им каждому раздала, и они стали читать. В классе царила тишина, потому что каждый читал, кто-то там уже чувствовал, схлипал носом, потому что был расчувствован и растроган тем, что он про себя узнал. Кто-то был очень удивлен. Неужели это я? Но ребята сохранили вот эти вот записочки для себя. Она сказала, чтобы они их сберегли. Прошло уже много-много времени, и один из ребят, который учился в классе, у этой учительницы классной, он погибает в каких-то боевых действиях. И, конечно, все друзья и одноклассники, они приходят на похороны. Туда же приходит эта учительница. И отец подходит к этой учительнице и говорит, «Знаете, что было у сына нашего, ну, передали военные, что было у нашего сына в кармане?» Достает бумажечку, которая вся была уже такая засаленная, скомканная, потертая, и на ней было его фамилия и качество, которые про него рассказали его одноклассники. И он, говорит, этим жил. Вот именно этим. Это его вдохновляло и давало ему сил. Что интересно, когда подошли другие одноклассники, они тоже стали доставать эти бумажечки. Прошло много-много лет, но они помнили и сберегли то, что про них написали, что-то хорошее, какие они на самом деле. Братья и сестры, это очень важно, чтобы мы были источником вдохновения для других людей. Нет, я понимаю, Бог – да, конечно, я нисколько не отрицаю этого. Бог – да. Чтобы Он был для нас тоже опорой, защитой и нашим источником вдохновения – это да. Чтобы мы умели доверять Ему, полагаться на Него. Но очень важно, чтобы и мы были источником вдохновения для других людей. Тем более мы, как церковь, как христианская община, в которой Евангелие должно во всей полноте отразиться, давайте станем таким местом, где мы будем вдохновлять других людей. Это очень важно. Пусть Господь благословит нас и поможет нам стать местом моего вдохновения, источником моего вдохновения. Помолимся Господу. Дорогой Господь, благодарим Тебя, что несмотря на наши жизненные трудности, невзгоды, с которыми нам приходится сталкиваться, проблемы, которые приходится решать, возможно, неприязнь у других людей из-за нашей веры и убеждений, возможно, просто иногда есть упадок сил, и мы не знаем, как еще подняться. Мы все переживаем какой-то кризис, и наши веры, и кризис возрастной, и вообще наступает какой-то момент в нашей жизни, когда мы чувствуем себя пустыми, потерянными, и у нас нет никаких сил. В эти минуты, Господь, вдохнови нас, помоги нам не потерять Тебя из виду, даже в этом состоянии пустоты. Хоть что-то доброе потянулось к Тебе, хоть маленький-маленький кусочек нас мог бы хотя бы мысленно направиться к Тебе. Вдохнови нас. Но мы также, Господи, просим о том, чтобы мы, как люди, знающие Тебя и верующие в Тебя, тоже были источником вдохновения для других. Господь, помоги, чтобы мы, как церковь, стали таким местом, где бы Евангелие находило отклик в каждом сердце, где бы Твоя сила пробуждала нас, давала нам сил, где бы мы друг друга могли поддерживать, друг другу помогать, друг другу воодушевлять, ободрять, утешать. Благослови нас в этом, Господи. Ради Христа молимся. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова